Приветствую вас. Министерство труда Польши очень любезно провело исследование рынков иностранных работников и написало, как работали украинские гастарбайтеры за 2016 год. Но я не думаю, что в 2017 что-то радикально поменялось. Итак, что же интересного они могли рассказать нам про украинские гастарбайтеры? Я считаю, что довольно много интересного. Ну, во-первых, зарплата, согласно их подсчетам, опять же говорю, средняя зарплата украинского гастарбайтера в Польше, ну, понятно, в 2016 состава 2100 злотых или 580 долларов. Сразу говорю, пересчет делали поляки. Так что все претензии, почему они так считали, к ним, отстаньте, в конце концов. Это, я так понимаю, до уплаты налогов, потому что там было написано, что украинские гастарбайтеры в общей сложности заплатили налоги на территории Польши и квадратно 1,4 миллиарда долларов. Да-да-да. Не удивляйтесь, действительно украинские гастарбайтеры платят налоги. И опять же в этом обзоре написано, что украинские гастарбайтеры будут получать пенсию. Там вообще написано очень хорошо, что в принципе они имеют социальную защиту, пенсии, все замечательно. Теперь, средняя продолжительность рабочей недели для украинских гастарбайтеров больше 54 часа. Многовато, но опять же считается, что согласно довольных отношений. Потому что 54 часа, это, конечно, грубо говоря, вы, если пересчитаете на 5-ти дневку, это больше 10 часов в сутки. Что касается структуры. Ну, в принципе, это не тайно, что больше всего работает мужчина. 56% гастарбайтеров это мужчин. 42 женщины. Ну, это опять же связано с тем, где работают, как работают. Тоже есть данные, ничего такого сверхсложного там нет. Значит, смотрите, 37% домашнее хозяйство. Я не знаю, почему, как это поляки считают домашнее хозяйство. Что это за домашнее хозяйство? Ну, так, например, домашнее хозяйство. 24% строительства, 20% сельское хозяйство. Вот такая ситуация. Средний возраст. Средний возраст. Есть такой показатель, что же вы думали? Опа. 33 года. Ну, что, нормальный показатель, нормальный соотношение. Да, действительно, спорить не буду. В основном, 74% работающих написано там, не требующих специальной квалификации. То есть, другими словами, ну, понятно, в сельском хозяйстве ты работаешь там, как бы даже способник специальной квалификации нет. Вот такие показатели. В целом, абсолютно нормальные, адекватные. С моей точки зрения, ну, отвечает реалия. Да, ну, скажем так, хотелось бы другие, но другие пока нет. Пока на сегодняшний момент мы действительно наблюдаем факт, когда украинцы... А, ну, и еще раз повторю цифру. Опять же, это данные уже за первые полугодия, 2017. Польша работает около миллиона по заявлению, то есть без трудовой визы, по биометрическим паспортам. Это сезонные работники. И по трудовым визам работает в общей службе до 300 тысяч. То есть, 300 тысяч украинцев. На сегодняшний момент работает Польша по трудовым визам. Есть данные про карту поляка, но данные только за 16-й год, за 17-й я не встречал. Там было написано, что на сегодняшний момент карту поляка получили около 130 тысяч украинцев. Не миллион, но 130 тысяч получили. Карта поляка позволяет спокойно работать. Вот такие, в общем-то, данные, результаты. Ну, и еще раз напомню, что остребатель довольно много валюты переводит в Украину. Я так понимаю, вот этих 580, да, там, на воду держали. Скорее всего, 300 евро или там 250 человек накопил или скопил, за 3 месяца привез в Украину. Все замечательно.